всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy watch канал только smartsack компании samsung совсем недавно я купил себе версию galaxy watch 4 classic lte черного цвета до этого у меня были просто вай-фай серебристый и значит сразу же купил sim карту тинькофф подключил начал пользоваться скачал браузер интернет там начал лазить и к моему удивлению через несколько секунд даже минут не прошло несколько секунд несколько у меня случился перегрев и отключение сотовой связи режим полета странно думаю что же это такое через некоторое время когда все пришло в норму я попробовал еще раз и получил тот же результат при звонках дольше трех минут тоже происходило то же самое естественно меня это напрягло начал лазить по форумам искать ответы на данные вопросы увидел что эта проблема не только у меня эта проблема действительно глобальная также написал в поддержку samsung где они сказали что не переживайте скоро будет обновление либо сдать свои часы там где купили короче возрасте делать ну я конечно же решил пойти другим путем думаю ну пока они у меня на гарантии в принципе сдать я и всегда успею поэтому я пошел и купил вчера и sim компании мтс сразу же ее активировал поставил при я домой включил интернет радио и к моему удивлению слушал 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 а перегрева нет сделал несколько звоночков перегрева нет конечно я не запускал интернет и не пробовал войти в youtube но тем не менее в тех вещах в чем они сразу же делали у меня уход в режим полета из-за перегрева сейчас с провайдом мтс этого не произошло я немножко углубился значит в этот вопрос и посмотрел теньков работает на вышках теле 2 теле 2 и мтс у них разные частоты lte ну как то так не знаю с чем это связано и насколько это вообще влияет но факт налицо возможно чистота та чистота lte которую они раздают как-то ну не совсем работает с теми настроечками так или с тем модемом lte который есть часа возможно и он именно дает такую сразу же такой перегрев но с мтс и с теми частотами которые там есть работает нормально если у вас такая же проблема попробуйте как совет поменять провайдера не скажу что получите стопроцентный результат но возможно действительно станет лучше так же как и у меня как говорится то конечно же не хочется денежки просто на ветер выкидывать ну я думаю это не так дорого ну и к тому же всегда можно часики вернуть пока не еще на гарантии а также я думаю что в ближайшее время все-таки samsung выпустит то обновление которое обещали еще недельки две назад и которые уже есть в южной корее придет и к нам возможно также в этом обновлении решится эта проблемка попробуйте другого оператора спасибо вам за ваше внимание и если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь поставьте лайк этому видосу ну и напишите свой комментарий решилась у вас эта проблема или вообще была ли она у вас эта проблема если у вас нормально работают ваши часы в лте режиме то пожалуйста напишите каким провайдером или оператором сотовым вы пользуетесь спасибо за ваше внимание до свидания всего доброго и до новых встреч